Довольные внеплановым выгулом несколько коров, фермеров Кялиных резвятся на снегу. В следующем году к ним примкнет еще сотня рогатых, и гулять они будут, когда захотят. Особенные условия содержания скота прописаны в плане строительства новой фермы. Этот проект предусматривает интеграцию молочного животноводства с цехом переработки. Этот проект предполагает создание собственной кормовой базы. Я очень надеюсь, что на примере успешного освоения этого гранта мы создадим хороший прецедент, за которым потянутся и другие жители Республики Карелия. Строители рассказывают, это будет одна из лучших ферм в Республике. Предполагается, что стадо будет иметь минимальный контакт с человеком, перемещаться по территории самостоятельно в течение дня, кормиться и доиться в нужное им время. И никакой привязи. Завершить строительство планируют летом 2019-го. Мысли завести свое поголовье у Евгения и его супруги Надежды появились почти сразу, как семья стала варить сыр. В 2015-м молоко закупали в местных хозяйствах, но качество часто разочаровывало. К тому же это сильно отражается на сыре. Кялиным хотелось самим контролировать рацион кормления, состояние животных. Глава семейства рассчитывает, для собственных нужд хватит 50 дойных коров. Всего же планируют завести стадо в сотню голов. Вторым пусковым комплексом мы будем осваивать цех переработки, который будет рассчитан на переработку всего молока, который мы будем получать с 50 голов дойного стада. Мы будем делать йогурт натуральный, мы будем делать очень вкусное масло, мы будем делать итальянское мороженое. Задумок очень много, ассортимент уже готов. Мы его на своей маленькой сыроварне уже весь оттестировали. Пока маленькая сыроварня работает в поселке Сяпся, в нескольких десятках километров от будущей фермы. Надежда варит шесть видов сыра. Среди клиентов покупатели Карелии, Москвы и Санкт-Петербурга. А еще совсем недавно кялины занимались совсем другим делом. Евгений, например, был директором строительной фирмы. Был директором, сидел в кожаном кресле. С галстуком и в пиджаке. А сейчас он фермер в фуфаечке с вилами. Сначала сыр, теперь коровы. А дальше будет только интереснее. Потому что планов очень много. Фермеры-сыровары планируют и дальше обращаться в Минсельхоз Карелии за субсидиями. Ведь с появлением своего дойного стада и тонны молока в день потребуется закупать новое оборудование для переработки. При помощи государства кялины смогут вернуть часть затраченных на это собственных денег. Ольга Коняева, Анна Зубарева, Анжела Маркевич, Александр Борисов, Юрган. При содействии телеканала Сампо ТВ 360 Карелия.